Во, кузнечик. Терпеть не могу кузнечиков, но я тут милый. Привет. Добрый день. Живое существо, все хорошо? Да, я в порядке. Что вы делаете? Я нюхаю этот цветок, прекрасное творение. Вы кого-то ждете? Я, я жду, когда вырастут лимоны. Ты любишь лимоны? На мой взгляд, они немного кислые, но лимонад вкусный. Я как раз буду делать лимонад для посетителей бара. Мы добавляем туда еще кое-что, чтобы улететь. Улететь? Ух ты, я бы попробовала, звучит здорово. Да, вот почему я жду, и я не могу их торопить. Эй, бар открывается осенью, будет выступать потрясающий танцор. Ты должна прийти и подосоваться. Может, и приду, звучит весело. Спасибо, пока. Окей, хорошо. Нам намекнули на то, что лимоны помогают летать. Так что будем иметь в виду. Спящее дерево, спокойной ночи. Вот он бар, видимо. О, интересно, что это? Похоже на тропическое место для вечеринок. Ну да, это и есть бар. Пойдем сюда. Здесь что? Так. Это как раз, наверное, наша гора, которая нам нужна. Здесь ничего нет, кроме цветов и деревьев. Ага. Так. Вершина горы находится высоко, потому что это вершина. Логично. Интересно, как звучит говорящая гора? Ладно, здесь ничего нет, именно потому что мы поперлись сюда летом, а не зимой, как нам говорили умные люди. Что ж, у нас не работают часы. Я думаю, видимо, нам надо обратиться к часовщику, не так ли? Так, где он тут есть-то, этот старый дедушка Пень? Вот он. Сэр, у меня есть небольшая проблема. Да, но у меня нет. Часы на дереве, они сломаны. Я не могу заставить их работать. Прошу, помогите. Сломанные часы, это безобразие. Бедные часы. Вы должны мне помочь. Прошу, почините их, мне нужно попасть домой. Я никогда не чиню часы за просто так. Иначе моя жизнь пропадет зря. О чем вы говорите? Я беру одну золотую монету за часы. Время золота, знаешь ли. Вот, сэр, ваша золотая монета. Да, но сначала ты должна предложить мне работу. Хорошо, будь вежливой. Сэр, часовщик, хотели бы вы починить мои часы? Взамен на этот кусок золота и во имя времени. Я умоляю вас принять мое предложение. Конечно, это было восхитительное предложение о работе. Очень страстно. Отлично. Пойдемте к большим часам и починим их. Он такой круглый, смешной, тоже корешок. Окей. Окей, сэр, часовщик. Пошли. Он даже знает дорогу, куда ему идти. Молодец. Ну-ка. Хм, ты была права. Часы сломаны. Вы ведь можете их починить? Конечно. Секунду. Мистер Пуфик. Ой, ой, ой. Ой. Мистер Пуфик, ты даже не представляешь, что здесь происходит. Да, вот. Что такое? Похоже, что эти часы кто-то повредил. О чем вы? Я имею в виду, что их сломали. Это аморально. Ломать беззащитные часы. Зачем кому-то их ломать? Камалы. Зима. Горокотре. Камни. Много причин, мисс. О чем вы говорите? Я не понимаю. Камалы. Злая тьма. Они работают на ремора. Жуткую черноту. Только камалы могут здесь находиться. Единственное зло у нас в округе. Это меня не удивляет. Ремор хочет получить камни. Но я не понимаю. Для какой цели? Эти камни не имеют смысла в его королевстве. А камни в зимнем времени? Ремор, это огромный черный монстр в маске козла? Мертвого козла? Да. Ты его знаешь? Да, я думаю, из-за него я попала сюда. Понимаете, я человек. О, человек. Теперь я понимаю. У меня тоже нужны камни, а не мой способ попасть домой. Надеюсь, еще не поздно. Вот почему тебе нужно попасть в зимнее время и отправиться в горе Катрем. Да, именно. Я должна поговорить с великим волшебником и одолжить камни. Хм, что ж, я все починил. Я дам тебе кое-что для удобства. Вот. Ух ты, что это такое? Это маленькие часики. Это пульт управления часом. Ты можешь отправиться во все четыре времени года. Просто поверну его. Этот танк-прототип, он может не сработать, если ты будешь далеко. И запомни, время это бесконечная своя историяность. Будь осторожна. Да, будь осторожна. Большое спасибо, вы очень милые часащики. Прошу, соми меня, Когвин. Хорошо, мистер Когвин. Кстати, я Фрэнк. Скоро увидимся. Пока. Пока. Милый, Когвин. Окей, хорошо, хорошо. Давайте отправимся тогда. Я не знаю, куда нам надо отправиться. Мы сейчас в лете, да, я так понимаю? Это что за время года? Ага, это, наверное, зима, да? Ой, не, какая зима, это весна. Во! О, смотри, котик, залезай в лодку. Пойдем покатаемся. Так. Хе-хе-хе-хе, у кота такое лицо, такое, вау-вау, полегче. Так. У него такие ушки, милые. Я не могу. Посмотрите на него, какой он хороший. Ух, эти ушки. Ушки. Я бы его тискала. Фрэн, мы были здесь прежде. Я починил мост, чтобы достать твою сумочку. Ух ты, котик, ты очень умен. Надеюсь, мы найдем мои вещи. Окей, это можно потыкать. Котик, это починил. Я оставлю все как есть. У нее ручки, я не могу. Эти милые маленькие ручки. Окей, Фрэн. Смотри, твои шмоточки. Котик, я не могу найти таблетки. Может, таблеток здесь нет? Может, ты их потеряла? Что ж, в любом случае, они не приносили никакой пользы. Возможно, они еще найдутся. Пойдем. Да, я нашла тебе, моя дорогая одежда. Иди к своему владельцу. А, слушай, Фрэн, а ты не можешь ее использовать? Ну-ка. А, нет. Она не хочет ее сейчас надевать. Ладно. Здесь? А, вот еще куда-то можно сходить. Ну-ка, пойдем. О, это должно быть замок. А, все, да? Мы только взяли одежду свою. В принципе, больше у нас здесь ничего нет. Хорошо. Удобно. Мне кажется, надо во всех... У него такой вид ошарашенный. Он как будто не доверяет Фрэн. Говорит, е-мое. Вот, это самое. Ну-ка, что это за место? Ничего себе. Крошечный остров. Я думаю, нам нужно в каждом времени года сейчас погулять и посмотреть, какие полезные вещи мы можем найти. О, лодочка. Кажется, она сломана. Ладно. Сломана? Так сломана. Пойдем еще погуляем, посмотрим. Вот лимоны. Сэр, я могу взять один из ваших лимонов? Я забыла, как я его озвучивала. Черт. Прости, милая. Ресурсы ограничены. Я не могу тебе им дать. Я забираю все лимоны, что может унести корзина. Все лимоны с дерева. Эй. Пожалуйста. Вот жадина. Я узнаю, это дерево. У тети Гресси есть такое дома. Лимонное дерево? Окей. Пойдем. Там тарян. Пум-пум. 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 Привет. Добрый день, юная леди. Покажи свой билет, пожалуйста. Здравствуйте, сэр. У меня нет билета. Где его достать? Что? У всех граждан Верста есть билет. Почему у тебя его нет? Думаю, я потеряла его. Невозможно. Билеты не теряются, ведь они знают, где ты находишься. Они приходят к тебе, поэтому билет есть у каждого. Извини, но я не могу тебя впустить. Хорошо, сэр. Я понимаю. Но что мне делать? Я очень хочу зайти. Я не знаю. Такого не случалось раньше. Похоже, придется искать другой способ попасть внутрь. Спасибо. Пока. Так и ушки у него, эти рожки, ушки. Ой. Привет. А-а-а! Это же вот это, как невеста, которая выглядит. Ничего себе. Что вы такое? Вы выглядите, как фея из моих книг. Частейшие существа. Свет всей материи. Мавалки. А-а-а! Вы сияете. И делаете меня счастливой. Такой счастливой. Опять непереводимая игра слов. А-а-а! А-а-а! вы все идете вы можете творить волшебство но я не хочу узнать странно, мне кажется, что вы знаете все на свете я хочу узнать кто убил моих родителей почему монстр охотится за мной вот спасибо дорогая, не грусти нам нужно идти дальше бедная Фрэн да, Хосик, ты прав окей что это такое ой это перемещает руки волока потрясающе волока, волока, я до сих пор не знаю как правильно потрогать то ее можно эту руку, нет ух ты какой огромный волок хоть и не настоящий интересно, для чего они его используют у него 4 руки может у великого волока 4 руки окей может мы все эти руки его повернем к лицу он такой нет нет, это видимо бесполезно я пока не знаю тунда, тунда, тунда такая музычка смешная вот, пока я не знаю для чего это можно использовать пойдем посмотрим что еще здесь есть подойди ближе Фрэн подойди ближе Фрэн у меня есть то что ты хочешь то что ты ищешь мамочка это ты мамочка любимая дочь подойди позволь прикоснуться к тебе мамочка мне страшно тебе нечего бояться подойди ближе Фрэн я хочу поцеловать тебя но ты не можешь быть моей мамочкой нет, она мертва подойди ближе сейчас же иначе большой монстр придет за тобой нет ты не моя мамочка оставь меня в покое дорогая большой монстр придет за тобой он придет и заберет тебя придет и заберет тебя мамочка ты пугаешь меня мама прекрати прошу охренеть что это было ребята что за фигня нас переместили в осень алё о офигеть это было стрёмно так нагревы кажется они торопятся давай поймаем ее давай я не могу поймать рыбу это опыточка она сломана аааа она сломана ладно пойдем в замок это было страшно честное слово это было не очень приятно здесь соты это медовые соты точно вам говорю привет сэр сэр что написано на табличке с символом она гласит о том что каждый познает в момент рождения но забывает в течении первых семи минут жизни потому мы должны потратить всю жизнь пытаясь это понять но что на ней написано я не могу прочесть сила это понимание мудрости правда лежит на пути к силе понимания мудрость приходит безмолвно что это значит я я пока не разобрался что ж спасибо пока окей а какое там время год то библиотека работала я ж помню там работала библиотека ааа ну да да осенью и зимой хорошо эй стои где стоишь у тебя есть пароль нет какой пароль ушки пароль от библиотеки конечно же он нужен чтобы войти вы знаете кто его может знать да великий волшебник он знает все хорошо тогда буду искать пароль пока вот блин вот чешуя ну-ка 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 его уже не было тут да а нет он был здесь ладно окей ягодки всякие цветочки король куда то кстати пропал он куда то улетел и не обещал вернуться ладно пойдем искать еще что нибудь надо сходить на рынок весной вдруг там что то интересное есть так пошли френ нет нет здесь все как то по прежнему вроде бы да да вот сэр чесовщик ходит здесь все по прежнему а летом то же самое было ну-ка да да летом то же самое было ничего не имеется давай осень сделаем посмотрим до чем теперь осень делать теперь пошел дождь окей сэр привет мне кажется он умеет чинить удочки здрасте здрасте надеюсь ты найдешься хоть домой сэр а нет 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 вот так и использовать вот на тебе нет жаль а здесь что здесь кто нибудь есть видимо нет ладно пойдем осенью погуляем может мы что то увидим интересное здесь в принципе все как прежде я не знаю ничего особенного вот лодка она тоже сломана думаю ее нельзя использовать ну ладно возьмем лестницу мне зачем карабкаться на эту лестницу привет эй эй нет 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 вот ты вот ты да пойдем со мной а нет нет блин ух ты что это такое красивое цвет какой-то цветочек ооо этот цветок красивый отличается от остальных надо его съесть ооо и шипы что же это смело мне тоже нужны шипы чтобы навредить злому монстру ладно пойдем посмотрим еще что-нибудь я не знаю я хожу наугад просто ээээ еще в разных временах года вот как можно было додуматься реально до этого в разных временах года мы ищем ой 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 ах кто это что это вау оу это был какой-то дуракон котик ты видела это видел да моя дорогая я видел что это было ой я думаю это в валентине ой 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 я не хочу их снова видеть снова да котик они были повсюду в клинике я хочу домой скоро мы отправимся домой дорогая котик можешь мне кое-что пообещать что бы ни случилось мы будем всегда на одной стороне конечно моя дорогая я обещаю отлично тогда нам нужно идти дальше окей пойдем он куда-то вниз валился этот вот этот дуракон дуракон так давай пойдем сюда посмотрим нет здесь все то же самое ничего интересного а ну-ка подожди может смотреть как у него ручки сложены и сложить точно так же их ну-ка ну я не знаю что за дебильная идея такая у меня но вдруг а нет они только в одно положение укладываются блин ну ладно не сработало тут что корзина кажется в хорошем состоянии это хорошо этот вот молодой ходит он ничего с нами ой привет это же палонтрас нет палонтрас ой подождите не уходите нет он выглядит очень плохо ой котик разумный доктор может он вылечит себя надеюсь он был так плох что он потерял перо что же произошло прям знаете на перо палонтраса надеюсь он скоро поправится знаете что мне это напоминает мне это напоминает унесенных призраками помните там был тоже как его звали главный ну его звали хаул да хаул его звали или нет нет его хаку звали все правильно хаул потому что был в ходячем замке вот там был хаку такой мальчик который оказывается на самом деле был драконом и он тоже перышками покрывался или что-то в этом роде или я уже путаю нет там не перышки там были какие-то бумажки летали за ним ну это было офигенно окей эта морковь туда-сюда просто ходит счастливая свежие сочные ананасы для перевозки тяжелых вещей аааа может с этим поговорить может он нам что-нибудь сделает придумать привет я френ что вы делаете ааа ну это он это он уже это мы уже все знаем у него так а что у нас есть спички одежда перышки воооо слушайте а это не может быть билетом вот эта вот штука вот с насекомыми ну-ка 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 сейчас мы пойдем посмотрим он же сказал что там билет всегда находит своего хозяина вот меня нашел какой-то билет привет чувак смотри-ка на я не могу это показать текст на нем может доставить нам хлопот ну давай исправим текст я могу нарисовать летающую лодку или вертушки не ааа а кстати у нас же есть книжка надо ее изучить я думаю здесь будет очень много всего написано и если так я просто перемотаю вам странички ладно так что не обижайтесь ставьте на стоп и читайте смотрите Это был клуб. Они смешно звучат. Мне нравится маска. По-моему, они называют ее щитом. Окей, мы изучили книжку. Я не знаю, насколько нам это поможет. Но Френ никак на это не отреагировал. Может быть, нам надо объединить вот так? Нет. Ну ладно, давайте пойдем в зиму. Все тихо. Все снежно. Окей. Здесь остались перышки. А это туда-сюда ходит до сих пор в своей маске. Такой борзый товарищ-то. Покрыто снегом и льдом. Я не могу на ней плыть. Так, туда мы не можем идти. Окей. Так. Эй, а где этот-то бар-то? Тут же бар был, нет? Бар исчез. Чувак замерз. Вот что это такое? Кошмар какой. Ладно, пойдем на гору. Ой, вот это вот что такое? Ну-ка. Бедный цветок. Он выглядит уставшим. А может его можно это самое? Быть? Даже не буду пытаться. Но он не хочет его. Во! Видишь? Ура! Это кто? Это, наверное, волшебный маг. Видите, у него эти всякие штуки есть. Две большие пустые бутылки. Вот что это. Великий волшебник здесь что-то готовит. Острые штучки. Волосы выглядят в точности, как волосы летающих насекомых. Интересно, что в этих бутылках? Видишь, человеческий череп. Я здесь не единственный человек. О, какая радость! Своеобразное счастье, Фрэн. Ну ладно, давай поболтаем с ним. Ой, вы великий волшебник, сэр? Извините, сэр. Я Фрэн, и мне нужна ваша помощь. Это Горокотрэм. Простите, вы можете говорить? Так. У тебя слишком много вопросов. Это хорошо. Ой, простите, сэр. Король сказал, что вы мне поможете. Король говорит, что мы исполняем. Я хочу одолжить у вас камни, чтобы открыть дверь в мой мир. Они пропали, я не помню, где они. Каждый раз, как они ищут, я прячусь. А когда я прячусь, я забываю. Их нельзя найти. О, понятно. Ну, может, я смогу вам помочь их найти? Я просто хочу узнать ответ на главный вопрос. Откуда? Появляется кролик. Хе-хе-хе-хе. Увидим, какое-то дело. Человек-кролик появлялся из пустой шляпы. Как? Это величайший вопрос из тех. Потому что, если ничего не существует, тогда ничто существует. Но если ничто существует, тогда нет никакого чего. И мне снова непопытно как. Сэр, почему бы вам не спросить того, кто это сделал? Мой посетитель. Сэр, добрый день. Малый. Постоянно пытаются их украсть. Малый. Малый. Поэтому я должен удостовериться. Метры являются камнями в своих слоях реальности. Затем, единственный, кто сможет их вернуть, это я. О, много информации, сэр. Позволь мне показать тебе. Ура! Давай, расскажи мне. Ой, какой смешной. Ой-ой-ой, что ты делаешь? Что-то происходит? Ну-ка. Ага. Такая музыка приятная, я прям не могу. Это звезда версты. Пом Кобей. Величайший путеводитель неба. Величайший страж этой земли. И что я должна делать, сэр? Где загадки? Я отдал тебе четыре загадки, написанные на языке всего. Ответом всегда будет один предмет. Размести предметы на звезде и версты на соответствующие символы. И после этого я скажу тебе, где камни. Ага. Ой. Большое спасибо, сэр-волшебник. Ага, он такой милый. Сэр-волшебник? Король сказал мне, что вы сможете сделать меня человеком. Он так сказал? Думаю, он прав. Хотя я иду вам помню, как это сделать. Вы не помните, но я не могу отправиться домой, как дерево. Я понимаю. Но сейчас я не могу помочь. Нужно восстановить мои знания. Мы попробуем сделать тебя человеком после того, как ты найдешь первый камень. Ах, это было бы потрясающе. Да, потрясающе и здорово. Просто попробуй разгадать загадки. И я думаю, все будет хорошо. Сэр, мне нужно сделать что-нибудь особенное, чтобы стать человеком. Как мне кажется, запах очень важен, если я правильно помню. Так, принеси мне свою одежду и мы посмотрим, как это делается. Можете мне снова объяснить загадки? Я забыла, что делать. А, ну это я и так знаю. Хорошо. 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 Кролиководство его ждет. А у меня есть одежда для тебя. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!